Сейчас, значит, 85 лет, 86 подходит, а они не расстраиваются. Я говорю, да, все равно помирать. Речку унесет, похоронят там где-нибудь. С такими мыслями двое пенсионеров живут уже четвертый год подряд. Они переехали в этот дом в 2016-м, но спокойно в новом здании прожили всего год. После стало очевидным, что после наводнения в 2014-м свое русло изменила Катунь. Она сантиметр за сантиметром забирала у Читы участок. И берег, на котором пенсионеры полюбили отдыхать, в итоге начал обрушаться. Туалет был, стоял, ушло, баня была, ушла, водой унесло. И если от забора до обрыва у пенсионеров расстояние всего метров 8, то рядом ситуация еще хуже. Соседние семьи были попросту вынуждены покинуть свои дома. А на их месте сейчас либо бетонное основание, либо даже его остатки. А от некоторых домов не осталось и следа. Они полностью ушли в Катунь. Да, это была плита, на которой раньше стоял дом. Под ней пропасть. Больше всего берег подмывает в марте-апреле. В это время происходит обильное снеготаяние. Уровень воды поднимается, протока реки расширяется и тем самым подмывает берег. В этом случае даже заброшенные дома уходят под воду. На берегу его унесет, еще будет наводнение его унесет. Пенсионерам тоже что-то нужно срочно решать. Местные власти могли бы переселить их в другой дом из маневренного фонда. Но для этого нужна местная прописка. А ее нет. Владимир и Галина переехали в дом сына, как пошли на пенсию. Сейчас документы на стадии оформления. Но есть риск, что ситуация обрушением берега может ухудшиться в любой момент. На сегодняшний день ведется подбор организаций, которая будет заниматься производством проектно-изыскательских работ, связанных именно с изменением русла реки, береговое укрепление. На этой цели правительством края выделено почти 6 миллионов рублей. Данные работы могут выполнять только специализированные организации, потому что воздействия на природу могут быть значительные. И здесь нужно правильно выбрать направление работ. Какую именно конструкцию предусмотреть, которая позволяет реке правильно повернуть свое русло. Варианты могут быть разные, чтобы не навредить природе. Но эта работа должна быть выполнена еще в 2021 году. Глава района признался, не уложились сроки создания проекта по укреплению берега. Причина, по его словам, постоянное изменение рельефа обрыва. И сейчас документы переделывают. А это время. Глава района заверил, что обрушение оценивает лично. Остается надеяться, что подготовить бумаги успеют быстрее, чем дом пенсионеров уйдет под воду. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Поехали мы к этому.